Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Питер де Гох. Голландская школа. Двор голландского дома. В ряду живописцев, не бывших непосредственными учениками Рембрандта, но развившийся под его влиянием, весьма видное место занимает гарлингский уроженец Питер де Гох. Подражая великому мастеру в светотене, он удивительно верно и сильно передавал игру солнечных лучей, проникающих внутрь скромных голландских жилищ и лишь изредка в своих небольших, тонко исполненных картинах выводит зрителя на открытый воздух. Одна из таких картин воспроизведена в нашем издании. Она изображает двор буржуазного дома, сюжет, проще которого едва ли можно придумать какой-либо другой. Служанка выходит из кладовой, ведя за руку маленькую девочку. Другая женщина, обращенная к нам спиною, стоит у открытой двери прохода, ведущего на другой двор. Фигура не отличается миловидностью, сильные световые эффекты отсутствуют, нет ни дали, ни воздуха, нет и особо ярких красок, возвышающих прелесть картин. Картина де Гоха производит чарующее впечатление единственной своей простотой, неподдельная передача действительности и тонкой градации тонов. Зрители, кроме того, привлекают в картине выражение уютной дымовитости и спокойного довольства скромной буржуазной жизни. Эти качества мы находим почти у всех художников, имеющих прямое великоственное отношение к школе Рембрандта. В каких отрадных счастливых условиях должно быть жил художник, когда писал эту картину, думается нам, если сравнить его положение с тем, какой занимают художники в наши дни. Питер де Гох, в то же время как исполнял свои лучшие произведения, служил коммердинером у одного знатного авантюриста и имел возможность заниматься живописью только в часы отдыха. Так мало средств к жизни доставляли артисту его картины, за которые теперь платят десятки тысяч рублей. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства». Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции.